К нашему эфиру присоединяется военный обозреватель Денис Попович. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Денис, давайте начнем с Авдеевки. Несколько дней назад глава военной администрации Авдеевки сказал, что вот, мол, грунт подмерз. Россияне формируют танковую бригаду для наступления. И буквально накануне на одном из телеграм-каналов мы могли наблюдать это наступление. То есть отвлекающий маневр, два отделения пехоты и буквально в нескольких километрах пошла колонна танков. Головную машину вооруженные силы Украины подбили. Ну а дальше уже как бы по привычной схеме. А вот скажите, получается тактика россиян остается неизменной, а цели все те же? У них различная тактика. Когда вы об этом случае говорите, то там, очевидно, стоит дополнить, что они еще выехали на броне. Броня там высадила бойцов российской армии, военнослужащих. Ну и сама уехала. То есть на броне высаживают людей. Пехота бывает идет, пехотные штурмы. Но в последнее время они там пытаются бронетехнику использовать для того, чтобы прорвать оборону. Хотя общая тенденция заключается в том, что они как раз старались бы бронетехнику беречь, а в большей степени туда бросают на эти штурмы пехоту. Я хотел бы обратить внимание на недавнее заявление Александра Сырского, командующего с комбутными войсками. Он обращал внимание, что на ряде участков наступательные действия силами батальона со стороны российской армии являются большой редкостью. Ну там позавчера он об этом говорил, он сейчас как раз помню. Был у него такое заявление. То есть вот на этом фоне россияне пытаются делать выводы насчет своих потерь и пытаются их каким-то образом избежать. Что, в общем-то, касается и украинской армии, ну мы изначально старались беречь людей и наносим им потерь больше, нежели не пытаются наносить нам. Но цели у них так или иначе остались одними и те же. То есть это продвижение в район Купеншка, это окружение Авдеевки, это теперь уже попытка прорваться к Ублидару, это со стороны Маринки, это намерение отвоевать свои позиции на юге, которые они потеряли в ходе нашего летнего контрнаступления. И это атаки на Часовьяр. То есть они сейчас пытаются проводить наступление на Часовьяр с севера от Бахмута для того, чтобы прорваться к югу, в юг, в тыл ее фланг, нашим частям, которые находятся в юге этого города. Давайте несколько детальнее об Авдеевском направлении поговорим. Есть такое мнение, что российским военным вряд ли удастся достичь успеха в районе Авдеевки в ближайшее время. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны в Великобритании, которое было опубликовано накануне. В попытках захватить город российская армия достигла очень ограниченных территориальных успехов, отмеченного в отчете. При этом россиянам пришлось заплатить значительную цену в материальном и человеческом планах. Услышим цитату и обсудим это. Окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением усилий России. Однако на сегодняшний день Россия имеет очень ограниченные территориальные достижения, понеся при этом значительные потери как в технике, так и в личном составе. Степное Донецкой области остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту поставок Авдеевки. Попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение следующей недели из отчета разведки Минобороны Великобритании. Так вот, вероятно, противник бросил немалые ресурсы изначально на Авдеевку для того, чтобы, собственно, достичь своей цели. И сейчас конкретно эти ресурсы, которые уже со знаком минус для нашего противника, точно играют не на руку. И получается, что эти большие потери делают достижение цели еще более и более отдаленной, если сказать точнее, практически невозможной перспективой. Так ли это? Тут ситуация в чем? Захват Авдеевки и окружение этого города, оно ложится в политической плоскости. То есть это политическая цель военно-политического руководства Российской Федерации. И, соответственно, в этом заключается плохая новость. То есть если поставлена политическая цель, она, очевидно, сейчас носит перевыборный характер для президента Владимира Путина. Он находится в перевыборном состоянии, в перевыборной кампании. Понятное дело, что он выиграет в эту выборную кампанию. Все силы для этого будут прощены, в том числе и на оккупированную территорию, потому что мероприятие начинается с еще характера. Но хорошо бы это сделать, скажем так, на каком-то хорошем победном тоне. И вот Авдеевка может стать удачным победным кейсом для Российской армии, чтобы такой подарок для Путина преподнести. Поэтому это политическая задача. А политическая задача, она предполагает максимальные ресурсы, которые могут для этого быть брошены. У нас это одна неделя. Дальше не прогнозируют, потому что может получиться так, что все возможные ресурсы будут брошены для того, чтобы окружить Авдеевку. Но выводы верные. То есть если мы вспомним ситуацию на 10 октября, когда начиналось наступление, там ставило задачу буквально за неделю обеспечить окружение Авдеевки, а уже более чем три месяца идут бои вокруг этого города. И вот обращалось внимание на Степное, вот на село Степное. Вокруг этого села сейчас идут наиболее ожесточенные схватки, ожесточенные столкновения, то есть все ИСКАРы пытаются взять под контроль этот населенный пункт, что у них не происходит. И называется логистический путь, по которому обеспечивается снабжение гарнизона Авдеевки. Вот это вот самые важные пункты. Если удастся Российской Армии перерезать физический и политический путь, это единственная дорога, тогда можно будет утверждать, что Авдеевка находится в окружении. Но пока этого не происходит. Хотя любое продвижение на 100 метров, на 200 метров, даже на 50 метров, в этом плане это опасность. А вот знаете, что еще интересно? Безусловно, нужны будут какие-то победы, Вы сами сказали, что это уже с целью политических каких-то баллов делается. А будет ли что преподнести как победу? Или, возможно, противник может переключиться на более мелкие цели? Хотя Авдеевка небольшой город, хочу сказать, для наших зрителей. Вот будет ли что-то, на чем российская пропаганда сможет манипулировать, выставлять так, как будто бы все-таки Путин обещал и сделал? Ну, если побед не будет, да, до марта месяца, когда выборы у них запланированы, то, очевидно, найдут они какую-то зацепку. Для пропаганды большой роли, большой проблемы не составляют. Ну, вот Маринку вспомнить, так или иначе, Маринку не вязали под контроль. То есть, даже хотя бы этот кейс, может быть, в их распоряжении. Может быть, какое-то минимальное продвижение, какое-то силой, будет удастся сделать на каком-то из участков. Ну, для пропаганды, в общем, не составляет труд, что мы придумаем для того, чтобы приподнестили к победе. Денис, вы все еще на связи, да? По поводу вашей фразы, россияне пытаются избежать потерь. Накануне еще один метод, можно говорить о том, как россияне пытаются избежать потерь. В районе Крынок, судя по перехватам, наши военнослужащие сообщают о том, что потерялась группа из двух десятков штурмовиков, то есть, зафиксирован был начало атаки, а вот куда они потом рассосались, непонятно. То есть, вот таким образом пытаются избежать потерь россияне. Какова ситуация сейчас там в районе, на Плаздарме в районе Крынок? Изменилась ли она, ну, там, скажем так, за последнюю неделю? Ситуация в районе Крынок такова, что там многократнейшее преимущество живой силы перед нашими бойцами россиян. Там, по-моему, уже в десятки раз оно исчисляется. Там перед Плаздарм в районе Крынок там были подсчеты порядка 70 тысяч российских военнослужащих сосредоточены для того, чтобы этот Плаздарм сбросить в воду. Но пока у них это не удовлетворилось. То есть, уже говорилось о том, что эта операция, эта ситуация в районе Крынок, она будет уникальной в истории ведения войн, когда имея даже такое огромное материальное преимущество, враг не в состоянии достижения поставленных задач, которые заключаются в том, что этот Плаздарм нехвидируют. на стороне украинской армии на сегодняшний день это преимущество правого берега, отличная работа дронов, которая позволяет артиллерии использовать преимущество правого берега, наносить упреждающие удары, из-за которых враг не достигает своих целей. И, понятное дело, героизм тех морских пехотинцев, которые Плаздарм удерживают. Мы опять находимся в ожидании того, какие там дальше события, как там дальше будут события развиваться. Пока ситуация на стадии того, что противник пытается Плаздарм ликвидировать. Однако, необходимо от развития событий, еще раз повторюсь, потому что Плаздарм должен развиваться, он должен расширяться. Мы слышим о том, что есть какие-то подвижки в этом отношении со стороны бойцов украинской армии. Но, когда мы говорим о расширении, мы имеем в виду наступление Плаздарма. Но пока этого не происходит, поэтому мы будем события дальше отслеживать. И перейдем к следующему направлению. По поводу Харьковского направления немного встревожили и ввели, вероятно, в недоумение некоторый анализ ситуации, когда западные СМИ начали писать, что, мол, Россия и российская армия может на Харьков снова пойти. Мы понимаем, что сейчас таких ресурсов и возможностей нет, хотя Харьков, конечно же, регулярно под обстрелами, вероятно, речь больше шла о Харьковском регионе, о Харьковском направлении в целом. Так вот, какие сейчас возможности, ресурсы на том направлении, если учитывать, что Авдеевка не дается и, возможно, придется нашему противнику концентрировать там больше усилия? Есть ли возможность концентрироваться на Авдеевке и, тем не менее, продолжать террор Харьковского направления? Насчет Харькова, ну буквально накануне, да, ночью, был обстрел города тяжелый. Это касательно того, какие опасности сейчас Харьков подвергается. Что касается наступлений, да, на Харьковском направлении, вы упомянули этот термин, или в Харьковском области вообще, то вот Купинск. Вот сейчас там основная опасность заключается в том, что противник будет собираться наступать на Купинск и нет этих намерений, не отказались и, очевидно, в ближайшее время не отказываются. Что касается направлений непосредственно на город Харьков, то таких ресурсов противника нет. В Белорусской области напротив Харькова находится группировка численностью до 12 тысяч человек, чего явно недостаточно для того, чтобы наступать на Харьков. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что любые дурные идеи могут противнику в голову прийти, что называется, но я думаю, что они настолько глуп, чтобы такими ограниченными силами пытаться взять миллионный город, особенно на фоне тех довольно ограниченных продвижений, которые у них есть на других участках. Мы вспомнили про Авдеевку, там контингент значительно больше наступает на Авдеевку, там 50 тысяч, и в то же время такие скромные территориальные приобретения. Поэтому о наступлениях на Харьков сейчас речи быть не может. Хотя эта ситуация может измениться в будущем, поэтому нельзя ничего исключать, но на данный момент все именно так и обстоит, именно так дела и обстоят. Однако обстрелы постоянные, там вылазки диверсионных групп Харьковского со стороны Российской Федерации, вот это вот вполне невозможно, и, к сожалению, насчет обстрелов это и будет продолжаться. И еще один момент хотим с вами обсудить. Накануне над Воронежем сбили два дрона над аэродромом Балтимор, который, как сообщает телеграм-канал Астра, российские военные регулярно используют для авиаударов по Украине с февраля 22-го года. И еще один беспилотник попал в балкон квартиры многоэтажка. Этот дом находится в 7 километрах от аэродрома. Обломки еще одного беспилотника нашли жители дома по улице Острогожской, который распорожен еще ближе к Балтимору в двух километрах от аэродрома. Российская Минобороны заявляет, что над Воронежской области якобы сбили пять украинских беспилотников и перехватили еще три. Что это за объект? Почему он стал предметом такого пристального внимания беспилотников? Ну, назвали аэродром, который используется для налетов на территорию Украины. Безусловно, это военная цель, которая является объектом самого пристального внимания и должна быть ликвидирована. Вот, в общем-то, этим всего можно объяснить. Что базируется на этом аэродроме? Это авиация, которая наносит удары по Украине? Скорее всего, мне очень все сложно сказать. Я нужно дополнительно изучить, что именно, какие силы и средства на этом аэродроме. Но, коль скоро это военный аэродром, то, очевидно, там, в том числе, военная авиация тоже базируется, которая могла быть использована для удара по территории Украины. Денис, спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. К сожалению, были некоторые проблемы со связью. Денис Попович, военно-обозреватель, был на связи со студией Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.